Так, садоводы, огородники, цветоводы. Нужны ли саду или шайники? Мне прислал мой брат Юрий вот эту вот ссылку. Я выбрал то, что меня интересовало. Ну почему? Вы уже догадались. Вот почему? Потому что этим самым. Имеем легион. Видели? Существует мнение. Решайники растут нечего, экологически, чисто. Господи, даже комментировать не хочу. Представь себе, что рядом труба. Слушай, брат, значит, существует мнение, что лишайники растут в экологические сообстановки. Ну, вот придумайте такое. На самом деле лишайника много, несколько видов переносит загрязнение воздуха. Остальные мерятся. Значит, давайте еще. Лишайник – это живое существо. Лишайник – это, правда, не растение, не грибы. Они занимают свою нишу промежуточную. Они живые. Они кислород потребляют, так они кислород... Они все делают, как положено. Это живое растение. Ну, я считаю, что это растение. Вот. Им так же, как нам, хреново, если в дыму, в газу они будут. А то это... Поэтому... Правильно написали? Экологически, естественно, им тоже нужен, как нам, воздух чистый. Мы живем в воздухе. И да, им так плохо, что он даже в какой-то степени эти решайники не убивает, но делает их больными, несчастными. Понимаете? Так же, как мы. Я жил между трубами никелевого завода и медного завода. Знаю, что это такое. Там решайником было бы хреново. Теперь так. С этим понятно. Вот. Многие... Я цитирую и комментирую. Про чистую обстановку я уже сказал. Садовод расстраивается, видя, что решайник осваивает король их деревьев. Правильно расстраивается. Только это самое... Это чисто морально. На самом деле надо радоваться. Поверьте, я не шучу. Мне кажется, в столах, покрытых решайниками, есть особый шарм. Вот это... Увидеть в этом шарм, когда больные деревья покрылись решайниками, представляете? И дальше глупость из глупости. Не сложно убить бордовской жидкостью или медсодержащими препаратами. Вот идиотизм. А дерево, оно от этого живет. Я вам... Это когда-то войдет в эти справочники, в книги, в эти самые учебные пособия. Вот это моя фраза. Опрыскивать жидкостями мхи, решайники, грибы. Это та же глупость, как прийти в палату. Это будет. Это моя любимая сравнение. Сам придумал. Вот. Можете мне за него премию выписать в виде пол-литра. Я шучу. Значит, это то же самое, что прийти в реанимацию умирающим больным и брызгать. Кого? Бордовской жидкостью. Кого? Ну, это, конечно, ладно. Дезодорантами от них запах идет. Они же грибами такими же покрыты, такими же грибами, как растения. Дезодорантами, медсодержащими препаратами, антиколоном, духами. Если там богатый человек, еще можно это. В духе Шанель, да. Вот. И он сразу смотрится. Значит, снаружи микробы, не микробы, а грибы будут слегка задавленные. Подавленные. То есть, полностью не убьете. Бесполезно. Но хотя бы остановите их развитие. А организм, как умирал, будет умирать. Вот эта глупость, которая перед вами на экране. Вот. Она же требует каких-то шагов. Опять в магазин. Опять это. И все то же самое. И это не тысячи раз повторяют. Миллионы раз повторяют. И тут же в этой же статье выбрали эту фотографию. Они не сами. Это не в их саду. Это первый попасть в фотографии из интернета. Вот. А потом начинается так. Это все дальше. Нам туда не пробиться. Нас туда... Ну, представьте себе, что мой брат, он уже попробовал попасть туда, где царство леди, выпустив с этими рязвиками. Да. Так. Так вот. Смешно мне, правда. И что? И вот сейчас он возьмет. И вот то, что я сказал, вот там, где вот эта ссылка, на том странице, он увидел эту ссылку и прислал мне скопировал. И вот туда бы он отправил. Что это грибы, хили, шайники, это они едят только, повторяем за мной, едят только мертвичину. Для них это почва, мертвые клетки, мертвые. И пришла их пора утилизировать. Это, друзья, утилизация. И хотя это правда стопроцентная. И все, что было написано, читаем. Лишайники нельзя удалять металлической щеткой. Да, кстати. Спасибо, Марина, металлической щеткой. Так дерут. Так бы еще пожили бы, а после металлической щеткой остается только умереть. Но вы тоже, извините, не ангел. Можно повредить кору. Ой, я вам аплодирую. Лучше после дождя старым полотенцем в виде промывки, потом по белкам. Вот полотенце старым взяли, давай вот это дерево тратить. Тем более перед вами же это, кто, автор разместил вот это, а вы комментируете. У нас таких тысячи этих самых страниц, как их называют, страницы там в этих самых разных сетях. Вот, каналы. И сунулся бы туда же, Железов Юрий Владимирович, который, наверное, после меня один из самых грамотных в России. Ну, потому что со мной связался. Вот. На всю свою жизнь. Вот. И поверил мне. Тем более, что тут не поверить-то. Дураку-то понятно, а им нет. Почему? Потому что они не дураки. Были бы дураки, и те бы поняли бы. Это вообще какой-то особый класс. Вот это чистить, потом белить. Да? Следующий я пишу. Подмосковье, я там 2-3 дня пробыл, видел огромный дачный бассив, обошел весь. Слух прошел махом. Сибирский садовод приехал знаменитый. Ну, это меня так представили, а что отказываться от должности знаменитого садовода. Вот я и ходил. Все вот таких вот. Не все одно. Но искалечены деревья все. А в самом низком месте, вот так, склон, да еще северный, и в самом низком месте, все это понятно, что до высоты 2-3 метра уже все ветки уничтожены, как учили. Все покрыто уже не вот этим, хом полностью. Зеленые деревья стоят. А что делать? Рубить? Что делать? Вот это специалисты. Я это назвал звериной любовью. Постулат железовый. Вы же понимаете, я на будущее работаю. Кто-то когда-то соберет несколько сотен постулатов, вот вам и новое садоводство. Итак, у нас, у людей и деревьев, кожа в скобках «кора». У людей и деревьев выполняют одни и те же функции. Это защита от холода, жары, потоотделения, воздухобмен и «пр». Они даже устроены одинаково. Наша «кора» и «кора» деревьев. Я не оговорился, я не сказал «кожа», я сказал «кора». Это одно и то же. Вот. Но это не все. Там продолжалась дискуссия. Александра, я погорячилась, была не права. Прочитала вчера много статей о лишайниках. Но есть же нормальные люди. Но есть. Оказывается, они как индикаторы показывают, что дерево ослаблено или больно. Так нет. Нам всегда преподносили, что лишайники – причина гибели растения. А оказывается, что следствие. Господи, боже мой. Впервые сбылось. Это невероятно. Это невероятно. Это не может быть. Я впервые кто-то, то, что он пошарился по этим, наверное, на меня наткнулся. И, наконец-то, а иначе где еще? Я впервые вижу, что человек написал «причина гибели является не так. Не причина гибели, а следствие». Еще раз. Преподносили, что лишайники – причина гибели. А конце следствия сбылось. Сбылось. И еще лет пятьсот. И хотя бы половина уже людей не будет брать эти долбаные щетки по металлу. Я хотел, у меня есть целая подборка, металлические щетки, ножовки, стамески, шпатели. Эти самые, эти самые, эти самые. В общем, там мне не хватает обычно памяти. В общем, я до десяти досчитал. Сейчас только пять назвал. И все этот идиотизм по уничтожению деревьев. Впервые Ванитина Кашникова. Я встретил нормального человека. Прочитал много статей. Наверное, когда меня нарвалось. Все. Я еще не рано уходить, но все-таки. Железо. Деревья больны, потому что состарились или искалечены. Надо было, я не успел, надо было написать фразу. Деревья, покрытые лишайниками, мхом и грибами, больны. Потому что состарились. А надо старились, значит, не гоняться. Можно было бы еще через запятую. Прибыли с юга, раз, состарились или искалечены. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok